Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печов, и сегодня вкратце разберем культы воров в законе. Да-да-да, магические культы, и советую мошенников повторить за мной поэтому, потому что этой темы очень-очень мало, ее нет. Поэтому придется, так сказать, некоторым людям получить образование вкратце, да. Чаще такие культы распространены в Мексике, в Испании, в Италии, в России очень мало, потому что христианство очень сильно влияет и мешает культилизировать, да, то есть именно превратить в культ святых. В Венесуэле это в порядке вещей, то есть под культом Марии Леонса, королевы Марии Леонса, да, это нормально развивается, причем развивается под таким типом, что в данный момент им поклоняются, им поклоняются, соблюдают их праздники и дневни, то есть берется день рождения, да, это как день святого, выбирается день рождения, как говорится, и если он был вор в законе или какой-то вор, допустим, и так далее, да, то, естественно, как говорится, ему поклоняются для того, чтобы помочь в воровстве. Или если он был судья, допустим, или махинатор, специалист по манипуляциям, обману, лжи, то к нему с этой же целью обращаются. И это работает, потому что соблюдаются графические структуры, то есть есть определенная печать или сигила этого, как говорится, мертвого. Также иногда работают с его могилой, там создается целая чуть не алтарь, да, и молятся. В Мексике это в порядке вещей, молиться некоторым бандитам, поэтому в кимбанде или юрба, допустим, в порядке вещей есть отвечающие кимбанду, кимбанду, допустим, эшу какой-то, ножа, эшу, кинжала, эшу, там, убийство и так далее, да, то есть это все есть, эшу, золото, эшу, грабежа там и так далее, да, то есть им поклоняются, с ними работают, выполняют определенный цвет свечей, определенное благовоние, сигареты, естественно, потом кому-то там чай черный, кому-то что-то еще, да, естественно, определенная символика, отличающаяся от христианства, то есть, от русской, допустим, работа с мертвыми какими-то ворами в законе, допустим, тут нет такого распространенного, тут просто почитают, вспоминают, как, типа, как умерших за упокой там ставят, да, а там именно превращено это в определенный культ, культ личности, поклонения, наработки силы, если он был хорошим, допустим, незаконным хирургом, да, то есть, это тоже в помощи очень хорошо поможет, причем это поможет человеку добиться этой цели, то есть, это, по сути, не кромантия, с одной стороны, но это больше, естественно, в шаманизм уходит, потому что в Вуду, в Худу, допустим, в Венесу, ой, в Новоорлеане, да, то там, как это, гуиды вот эти или гунгуны, они выполняют ту же самую функцию, есть там оберегающий дом, есть оберегающий там, допустим, людей, детей, много-много чего, да, и вот эти структуры, они потом сходятся в одну какую-то общность, поэтому культы эти, чем опасны, чем сильны, то, что они против правоохранительных органов очень хорошо работают против судей, и если судья превышает свои полномочия или полицай какой-то, да, фашистский превышает полномочия, то можно просто пожертвовать, принести жертвоприношение, деньги, монеты какие-то, там вот эта вся фигня, там серьезные работы ведутся, серьезные подготовки, серьезные жертвоприношения, ингредиенты, травы, как говорится, это чисто шаманизм, я так скажу, да, то есть, все структуры выполняются, все чисто шаманизм, туда же и входит кабала, естественно, почему? Потому что соломоновская магия, она в кимбанде, она в юрба, допустим, да, в культе ифа от арабского течения, в прятки, вещения входит в это все, да, поэтому я считаю, что это тоже хорошее развитие, хороший шаг, это не значит, что вы какой-то бандит, это не значит, что вы какой-то вор в законе, которому нужно помочь, нет, естественно, для достижения цели, нет, это просто способ развития, чтобы познать, что есть разные структуры, разные силы, есть даже лоа или ариш, отвечающие за воровство, за бандитизм, от выхода из тюрьмы и так далее, да, то есть, это та же сторона, также используются и наручники, также и кинжалы, разные жертвоприношения, эшу-перекрестков, допустим, транкаруаз, там еще что-то, в них все эти функции входят бандитизма, беспредела, убийства, проституции и так далее, поэтому вор в законе разные, допустим, да, какие-то влиятельные махинаторы, мошенники поклоняются им и работают в этой структуре, и у них выбора нет, потому что культовая часть христианская или католитическая им не помогает, или исламская, допустим, ну, допустим, если он исламист, мусульмане, то, естественно, легко, первое царство кинбанды, легко эшу-рэда сетейн-крузильядаш, сама то, или пом-божир-даш сетейн-крузильядаш, то есть, вот эта культовая сторона, она там есть, то есть, каждому угодить каждый культ может, И каждому помочь достичь результата. Поэтому, когда многие говорят, что фу, культы воров в законе, венцуэлы, это так плохо, это страшно. Спуститесь на землю, спуститесь. Потому что эти культы никуда не денутся, и с ними нужно работать. Потому что если вы хотите выйти из ситуации без всякой билетристики, не заниматься всякой хренью, даже если мы посмотрим и достигнуть результата, придется работать с этими культами, чтобы развиваться. А не сидеть, топтаться в одном культе, как простая шестерка или поберушка. Понимаете? А потом говорят, что вы чего-то там достигли, но ничего не зная о мире вообще магии. Вот. В бесовском культе чернокнижа та же самая есть сторона. Но многие этого не понимают. И прискорбно смотреть, и жалко смотреть на таких людей, которые не понимают, что многие бесы отвечают за бандитизм, воровство. И, как говорится, за то, чтобы совершать махинации и убийства людей. Поэтому задумайтесь, в каком вы мире живете, и нужно это принять и жить в этом мире. А не сопротивляться и не сдаваться. Как говорится, культ Ники Белый, допустим. Ладно, Ким Белый, да, тоже. А если мы возьмем простой культ Кайны, Калманы, допустим, да, индийские культы Кали и так далее. Все. Почему поклоняются цыгане Кали? Потому что она была покровительницей убийц красного платка культа. Не знали? Ну, как-нибудь узнаете. Может быть, для мошенников это будет большое развитие. Так вот, цыгане, почему их выгнали? Потому что они душили, убивали караванами целые. Грабили торговцев вокруг Индии, как говорится, да. Индусов своих же и убивали и так далее, да. Крестьяне эти же занимались во имя Кали. Ломали, били в затылочную часть кинжалом. Как говорится, в жертву приносили Кали люди и душили чаще. Красным платком или красной веревкой тонкой такой. Вот. Так что, о чем? Культ Кайна и Калманы та же самая. Культ убийц, культ бандитов, мафиозников и так далее. Полерас, допустим, то же самое. Далеко не ушли все мафиозники в кучке, как говорится. Поэтому очнитесь и уже раскройте свои глаза, что магия, шаманизм и культы разной демонологии это вам не шуточки, не хи-хи-ха-ха. И не для того, чтобы тупо приворожить кого-то и чтобы вас трахнули, по-русски сказать, да. А для того, чтобы реально достигать какие-то цели и развиваться, и убирать с своих путей каких-то мразей, которые этого не понимают и хоть магии понимают, когда они по башке уже стукнут. Всем удачи и успехов! С вами был Александр Печенев. Развивайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много очень интересных. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!